Всем привет, с вами команда ArtFX. В сегодняшнем уроке мы будем делать вот такой интересный динамичный переход. Создаем новую композицию длительностью 1 секунда. Разрешение 1920 на 1080. Создаем сплошной слой, не имеет значения какого цвета. И добавляем на него эффект Fractal Noise. В настройках эффекта раскроем вкладку Transform. Уберем галочку Uniform Scaling. Высоту увеличим до 5000, а ширину уменьшим до 85. Контраст сделаем 4000, а Brightness 1500. Заанимируем контрасты Brightness. Выберем наш сплошной слой и нажмем кнопку U, чтобы увидеть ключевые кадры. Передвинем курсор на 20 кадров вперед и изменим значение Contrast до 5500, а Brightness до минус 3000. Посмотрим, что получилось. Чтобы линии были направлены в центр и располагались по кругу, добавим эффект Polar Coordinates. Type of Conversion выберем Rect to Polar. И Interpolation выкручиваем на максимум. Увеличим сплошной слой так, чтобы круг перекрывал всю композицию. И чтобы линии двигались от центра наружу, добавим выражение для параметра Offset Turbulence. Кликаем с зажатым альтом по таймеру и пишем в квадратных скобках value квадратной скобки 0, запятая value квадратной скобки 1, плюс time умножить на 3000. Чтобы сделать эти линии еще более динамичными, напишем выражение для Evolution. Тайм умножить на минус 300. Посмотрим, что получилось теперь. Переименуем сплошной слой, назовем его Mask. Создадим второй сплошной слой. И поместим его под слой Mask. И у нашего второго сплошного слоя выберем Track Matte Luma. Делаем мы это для того, чтобы черные области, которые создаются эффектом Fractal Noise, стали прозрачными. Создаем Adjustment Layer. И добавляем на него эффект Radial Fast Blur. Amount увеличим примерно до 70. Добавим эффект Rowan Edges, чтобы сделать края линии более четкими и немного неровными. Border уменьшим до 5, а Scale увеличим до 750. И снова смотрим, что получилось. Создаем Shape Layer. Анимировать мы будем размер круга и толщину обводки. Отодвинем ключевые кадры на нулевой кадр. И начальный размер круга сделаем 300, а начальную толщину обводки 0. Передвинем курсор на 4 кадра вперед. И толщину обводки сделаем 250. Отодвинем курсор до 20 кадра. Толщину обводки уменьшим до 0. И увеличим круг почти на всю композицию. Выделим все ключевые кадры и нажмем F9. Немного подправим графики. Посмотрим на получившуюся анимацию круга. И поместим слой с кругом в самый низ. Чтобы на него действовал Adjustment Layer. Выделим все слои, нажмем правой кнопкой мыши и выберем Pre-Compose. Добавляем на нашу новую композицию эффект Glow. Интенсивность свечения увеличим до 2. И радиус свечения увеличим до 75. Glow Colors выберем A&B Colors. И теперь настроим цвета. Скопируем эффект Glow. И у второго эффекта увеличим радиус до 250. А интенсивность сделаем 1. Вот такой красивый энергетический взрыв у нас в итоге получился. Который можно использовать например как переход. Всем пока.